Существование после смерти. Дикая история из самого центра города. На улице Белинского родная мать живет вместе с телом мертвой дочери в квартире и хоронить ее отказывается. Но по порядку. Трагедия произошла еще 30 ноября. Молодая девушка выпала из окна жилого дома. Соседи увидели, вызвали скорую, полицию. Правда, на девушку, как говорят очевидцы, погибшая совсем была не похожа. Я не понимала даже, что это молодая девушка, потому что одета она была как бы не очень. То есть как мужчина старческого возраста. Девушку увезли в морг, сделали все необходимые процедуры, далее девушку привезли домой. Дальше начали происходить странные вещи, потому что когда приехали в похоронное бюро, им дверь, похоронное бюро, дверь просто-напросто никто не открыл. Сказали, что мы передумали хоронить. Девушка выпала из окна 30 ноября, и по сей день, то есть тело не захоронено, тело находится в квартире. Полиция приходит через день, пытаются стучать. Ядом уже воняет. Никак ее не похоронят, вот в чем дело. Ее хранить надо, они не дают хранить ее. Хозяйка ведет себя крайне адекватно. Она сказала, что диагноз поставлен неверно, не нравится, что написали здесь медики. Это просто ее забрали инопланетяне и оставили тело нам. У них вся квартира в фольге и стены. Когда ее спросили, зачем, то есть открыто окно и обито все фольгой, она сказала, что я избавляюсь от радиации и я боюсь инопланетян. Соседи сообщили, что тело девушки находится в квартире уже 10 дней. Понятно, что запах стоит неимоверный. Жители много раз обращались в полицию, те приезжали и уезжали. После того, как ситуацию мешалась наша съемочная группа, было принято решение квартиру вскрыть. Внутри действительно было что-то очень странное. Стены увешаны фольгой, везде хлам и дикий запах. Долго пролежала. У нее мама со спас ума давно уже. Наши врачи отказывались ее лечить. Понимаете? То есть у нас сейчас такая ситуация, что псих может сам только прийти в психушку и добровольно лечиться. А вот то, что когда человек сошел с ума, мы писали заявление, как родственники. Ездили туда на Ульянова, привозили даже сестру с Минска, родную, чтобы близкие родственники писали. И бесполезно. И это все продолжалось. А это усугубляет. И вот она не вырезала. Когда квартиру открыли, никого в квартире не было. Стоит гроб. В гробу лежит эта молодая девушка. Лицо уже, как бы черты лица распознать невозможно. К вечеру появилась и сама хозяйка квартиры, мать умершей девушки. Женщина была настроена воинственно. Всех снимала, по многу раз задавала одни и те же вопросы. Скажите, пожалуйста, а это что такое? А почему девушка мертвая? Столько времени в квартире лежит. Так, здравствуйте. Какие дети? Сотрудники полиции. Сотрудники полиции? Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете? Мы все проживаем в этой квартире. Какой квартире? Так, я спрашиваю, что вы здесь делаете? Мы приехали по заявлениям граждан. Каких граждан? Соседей ваших. Будьте любезны предъявить ваши документы. И вы тоже ваши документы, все, которые здесь находятся. Все, пожалуйста, ваши документы. Уберите камеру сейчас же. Теперь что вы здесь делаете? Я вам уже объяснил. Было много жалоб со стороны жильцов вашего дома. Ага. Почему девушку не хоронили 12 дней? Так, все вопросы к следователю Закуевой Милине Львовне, к которой я не могу попасть с 5 декабря. Но это же ваша дочь, правильно? Я звоню этому следователю. Я к ней приходила. Прошу помочь связаться со следователем. Почему дочь не хороните? Так, а вот эти вопросы все, на которые мы не отвечаем, это вопросы следователям, следовательские комитеты. Здесь просто соседи в ужасе вообще живут, что рядом с ними не захоронены человеки. Так, какие соседи? Будьте любезны назовите фамилии соседей. Я не буду их персональные данные разглашать. А вы не будете забирать тело, дочери? Так, это кто здесь появился, вот здесь вот в коридоре? Так, вот еще, значит, пошел испариться человек. Вот еще, значит, из сети НН. А действительно, в данной квартире находится трубой девушка? В данной квартире находится. Да, потому что я выясняю обстоятельства смерти. Вам направление было выписано? Так, было. И сегодня как раз я была в ЗАГСе, написала там объяснение. Я ищу следователя ЗАГУ с 5 декабря. Я все объяснила. Я все делаю по правилам. Почему такое вот это вот безобразие кощувственное произошло? Это полное нарушение прав человека. Так, меня, пожалуйста, не трогайте. У нас тут открыты двери. Не трогайте, пожалуйста, меня. Мам, нападик, мам, пошли ко мне, мам. С бабушкой, с бабушкой. Не трогайте бабушку, она едет самим, все. Вступила информация от ритуальной компании, которая занималась похоронами у данной женщины, то, что заказ был закрыт, потому что женщина сама, как бы хозяйка квартиры, добровольно отказалась от похорон, ну, по неизвестным причинам. То есть отказалась от захоронения, соответственно, документы были подписаны, предыдущая ритуальная компания заказ закрыла. То есть сейчас дело нигде, ну и, как оказалось, похоронные принадлежности были оплачены, а похороны сами нет. После того, как хозяйку квартиры забрали в психиатрическую больницу, приехала и ритуальная служба, чтобы забрать и похоронить тело. Давай волку, 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 не поднимайте. Ну, не страдалась, она, как говорится, не на том свете, не страдалась. Из-за глупой матери. Девчонка была хорошая, умная. Девчонка в университет поступила. Не на коммерческое, а со стипендией. Кстати, похоронили девушку в итоге на Федяковском кладбище. Мать поместили в лечебницу, а в квартире осталась жить одна пожилая женщина. Это бабушка погибшей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова